Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы записываем экстренный сюжет, о котором должен знать каждый. А я вас очень сильно прошу, досмотрите этот сюжет до конца, послушайте, просто вдумайтесь, что происходит на сегодняшний день в нашей стране. Ведь в этой ситуации может оказаться каждый. Я прошу любого человека, кто сталкивался с этой ситуацией, возможно вы юрист, вы понимаете, как нужно правильно действовать в этой ситуации, свяжитесь с нашим человеком, который оказался в беде. Все контакты с ним вы видите прямо сейчас на экране. Чтобы вам было понятно, чтобы вы понимали вообще, о чем сейчас пойдет речь, вот человек ехал по улице, решил просто-напросто заехать, оценить свой автомобиль. После этого, спустя три года, он узнает, что в тот день он взял потребительский кредит на 900 тысяч рублей, а на сегодняшний день он и вовсе должен уже полтора миллиона рублей. Вот такое может случиться абсолютно с любым из нас. Поэтому не нужно писать в комментарии, что он сам виноват, не читал, что подписывает. Давайте дадим ему слово, просто вдумайтесь и досмотрите этот видеоролик до конца. Друзья, знакомьтесь, это Александр. Саш, привет! Спасибо большое, что не побоялся и решил придать огласке свое дело. Саш, вот расскажи, пожалуйста, когда это произошло, как это произошло, вообще вспомни, что было, с чего все началось. Все началось с того, что я решил продать свою машину. И в мае месяце 2016 года я заехал с целью продажи своего автомобиля через аукционные торги в i-Auto Motors, ну i-Auto Bank, по-моему, он так назывался. Где они находились? 44-й километром Катт. Я приехал к ним в офис, пообщался с менеджером. После чего я подписал документы на осмотр автомобиля, предпродажную подготовку, так они назвали. Какая у тебя машина была? Да, до Сантьяна. То есть ты ее решил просто заехать, послушать, сколько они предложат, с учетом того, что они, по идее, сразу бы тебе дали деньги, если бы их устроил. Да, да, да. Так, вот. Пообщался с менеджером, я подписал документы, он у меня попросил паспорт, ПТС. В принципе, ничего подозрительного в этом не увидел, потому как, ну, какие-то данные на машину должны были, все-таки машину продаю. Вот, и паспорт, ну, как продавец я как бы, да, предоставил. То есть ты им дал паспорт раз, ты им дал оригинал ПТС два. Что ты еще давал, права давал? Не, не помню, права, насчет прав не помню, ну, наверное, давал права тоже. Я думаю, ты сто процентов давал права в силу того, что, как правило, когда машину покупают, все равно смотрят СТС, права везде, ну, пробивают, были штрафы, не были штрафы. Как на машине, как на нем, на всякий случай дилеры, по крайней мере, это делают точно. То есть ты дал им полный комплект документов. Да, да. В цели того, чтобы они просто оценили твой автомобиль. Так, дальше что происходит? Потом они забрали машину, заполнив все формы, там, он забрал машину на осмотр, они ее помыли и выставили на торги. В ходе торгов мне была озвучена цифра, по-моему, 900 тысяч, не по-моему, а 900 тысяч максимальная, что меня, в принципе, не устроило. И я, пообещав подумать, уехал домой, взял с собой форму договора у них, вот, для ознакомления. Один момент сразу, поясни, это все происходило одним днем? Да, да. То есть ты пришел, тебе тут же все рассчитали, искали 900 и уезжаешь. И тебе все говорят, счастливый путь, и никто из тебя денег никаких не требовал. Ну, я взял договор у них, их договор со мной, который я не подписывал, вот, взял договор, придя домой, я этот договор знакомому юристу показал, он ознакомился с ним. И в этом договоре он нашел сомнительные пункты, то есть, в частности, то, что якобы какой-то коммерческий банк, Камский горизонт, мне предоставляет кредит. Хотя о кредите речи вообще не было, я ее продавал, то есть, за наличные пытался продать. Вот, мне предоставляет кредит, а компания i-Auto за меня этот кредит гасит после продажи автомобиля. То есть, такой пункт был в этом договоре. И об этом пункте ты узнал, грубо говоря, в тот же там день, правильно? Да, ну, вот, я взял у них договор этот, ну, показал юристу, и, в общем, вот так, вот. Потом еще один пункт был, то, что они мой автомобиль выставляют за 900, потом со второго месяца сумма уменьшается, там уже 800 с лишним, потом с третьего еще, и так, да. То есть, на понижение цены, если машина продает. Вот, что я, в принципе, не понял, потому что, как бы, речь шла о том, чтобы, вот, продать автомобиль сразу, то есть, мне сразу должны были, вот, отчислить деньги. Ну, в общем, вот так, да. Так, узнав о том, то, что есть какой-то сомнительный пункт, твои действия какие-то были, ты звонил этим ребятам? Я позвонил менеджеру, по-моему, Антон его звали, сказал, что если вы готовы внести изменения в договор, то я могу к вам приехать, и мы будем общаться дальше, вот. На что он мне ответил, что он посоветуется, попробует решить эту проблему и свяжется со мной, после чего он просто пропал. Он пропал, и ты им больше не звонил? Я больше не звонил, и, как бы, надобности в продаже автомобиля у меня отпала, надобности, и я снял с продаж и больше не обращался. Переживаний по этому пункту на тот момент не было, о том, что, вроде, тот договор был не подписан, то есть, он, скажем так, был предварительный, да? Да, 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 да. То есть, важно, да, вы понимаете, что дали договор, он увидел пункт, то есть, дал юристу, что сделал, собственно, правильно, после чего, как бы, ну, в силу того, что он к ним не пошел, ни о чем они не договорились, но он его отбросил. Ну, и что дальше происходит? Ты начинаешь жить своей жизнью. Об этой истории я уже забыл, про эту компанию АйАвто я уже забыл, вот. В 2017 году, в июне, мне пришлось продать машину свою, я ее продал самостоятельно, частному лицу, и на том все, история, как бы, благополучно бы и закончилась. Ну, вот, вот, на днях, в воскресенье в это, а точнее, 16 июня я получаю на электронную почту уведомление о судебной задолженности. Тут же зашел на сайт Госуслуг и обнаружил там задолженность. Полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. Полтора миллиона рублей. Свыше полутора, там я точно не помню, какая сумма. Тут же по номеру дела я на сайте Донского суда, это я там зарегистрирую, забил. И вышло решение на мое имя, что действительно в декабре 2018 года был суд. И вынесено решение по этому суду, что я являюсь должником некого Камский банк, Камский горизонт, на сумму полтора миллиона рублей, из которых 900 тысяч, это та сумма, которую они мне предлагали, вот, на сумму 900 тысяч рублей, это сумма основного долга, остальное проценты по кредиту и судебные издержки. Вот так. То есть ты так, как бы, просыпаешься, и вот тебе письминство такое, с добрым утром. Ну, вот так все и было примерно. Окей, ты об этом узнал, а на сегодняшний день эта компания существует, ты какие-то действия уже предпринимал по этому вопросу? Я узнал в интернете, что такой компании с 2017 года, кажется, не существует, у них отозвали лицензию, то есть банка Камский горизонт уже нет. А, вот тут банка нет. Да, а и автобанка тоже нет, сейчас на их месте, ну, стоит тот же автосалон, просто с другим названием, я не знаю, он имеет отношение. Ну, сменилось юрлицо. Да, да, некий господин, если я не ошибаюсь, Востриков или Востриков является одним хозяином и банка Камский горизонт и компании iAuto, то есть у них один хозяин. Так, это тот самый человек, который, условно, был самый главный во всей этой цепочке. Да, да. А он сейчас где? Неизвестно? Нет, он вроде как в розыске, я точно не знаю. А, то есть ты читал какие-то отзывы? Да, 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 я читал. Аналогичные дела есть тоже, я не один пострадавший от этого Камского горизонта. Есть аналогичные дела и даже кто-то выигрывал у них, в общем, вот так. В понедельник я ездил в суд, то есть вчера, написал заявление на предоставление мне решения, то есть для ознакомления материала, в следующий понедельник обещали его выиграть. То есть у тебя будет решение, с которым ты уже сможешь предпринимать действия? Да, какие-то действия. Друзья, я еще раз подчеркну, если вдруг кто-то из вас оказывался в такой ситуации, либо вы юрист, вы понимаете прекрасно, как действует в этой ситуации, сейчас я на экране еще раз дублирую контакты Александра, пожалуйста, помогите, не бросайте человека, потому что вот вы представляете, живет, раз просыпается, уже полтора миллиона должен. А сейчас давайте я вам внесу небольшую ясность, многим, наверное, станет интересно, а как так получилось, что Саша вляпался в эту ситуацию? Я пообщался с некоторыми автоподборщиками, кто занимается продажей вторичных автомобилей, и они говорят, что на самом деле тема-то старая, но она действует и по сегодняшний день. Как это происходило? Вот в силу того, что он приехал в этот автосалон, просто узнать, сколько стоит его автомобиль. Смотрите, он дает паспорт свой оригинал, раз, он дает свои права. Это те самые два документа, по которым сегодня в нашей стране можно запросто оформить любой кредит. Потребительский, автокредит, в общем, любой, подписаться на деньги по этим двум документам можно. Далее, в силу того, что он сдавал автомобиль, ему там его мыли, наверняка ему приносили какую-то бумагу из серии, что вы там посмотрели, что автомобиль не подтвержден, подписывайте. Он оставляет свою живую подпись, оставляет наверняка свои инициалы. То есть, у них уже есть его подпись живая и инициалы. Все, не нужно ничего там сканировать, копировать. Далее, он, вот мы с тобой дообщались, ты же сидел с ними за столом, то есть, был компьютер, был менеджер. Вспомните сами вот серых дилеров, различных дилеров, банки. Когда вы приходите, есть компьютер, да, вот я сажусь, вот стол, вот сит-менеджер. У него идет компьютер на столе. На компьютере висит камера. То есть, эта камера нужна для того, что если человек оформляется в кредит, ему в один момент говорят о том, что посмотрите, улыбнитесь, чтобы мы вас фотографировали. Я предполагаю, что весь их разговор тупо записывали на эту камеру. После чего выбрали стоп-кадр для того, чтобы сделать, что вот он посмотрел в камеру и его сфотографировали. Вот эти пункты, то, что он называет сомнительные, подписал он со своей стороны, не подписал. В такой ситуации, в силу того, что действуют мошенники, не имеет никакого значения. Потому что он ушел, у них подпись его живая есть, они сами за него все распишутся, подпишутся. Дальше что происходит? Он уходит домой, они подают заявку на кредит. Как выяснилось, то, что и автосалон, и банк, это одно и то же лицо. Поэтому присутствие его там вообще больше нафиг не нужно. Информировать его о том, смс-ка, что вам там одобрили кредит, нафиг никому ничего не нужно. Он уехал, и слава богу. Таким образом, оформляет на него потребительский кредит, для получения которого в нормальном банке нужно прийти, паспорт показать, получить деньги, либо карточку, с которой ты снимешь деньги здесь же. Они денежки его забрали сами. После чего пошел процент. Но в силу того, что банк, подчеркиваю, по всем параметрам мошеннический, и он закрыт, тупо отмывали бабки. То есть свои денежки они забрали, после чего его долг, он либо был продан, либо он ушел, как ты говоришь, в страховую какую-то компанию. Откуда он, собственно, и узнал о том, что за ним вообще числится долг. Вы все прекрасно знаете, что когда закрывается один банк, он начинает продавать долги. То есть, условно, он там с процентами должен быть миллион триста за 500 тысяч, компания его забирает. Сейчас вообще в целом могут суда, судебные приставы, могут приезжать, спрашивать, где денежки. В общем, ситуация неприятная. И вот самый главный момент, что в ней может оказаться абсолютно любой из нас. Вы заехали по пути по городу просто послушать, что вам предложат за автомобиль, где-то вы подписались. На самом деле для меня это вообще просто жесть. Твои действия дальнейшие какие? Как ты думаешь себя вести? Ну, для начала мы получим решение, потом я обращусь к юристу, наверное, к адвокату. Ну, и дальше будем подавать на них в суд, будем судиться, как еще решать эту проблему. Из решения мне стало известно, что с мая 2016 года, я по октябрь 2016 года, я платил еще взносы какие-то по этому кредиту, о котором мне стало известно буквально в это воскресенье. Еще один момент из этого решения, то, что со слов ИСА, то есть коммерческого банка Камский горизонт, с мая 2016 года я оставил свой автомобиль в качестве залога, получив от этого самого банка эту сумму 900 тысяч, я оставил свой автомобиль в залог компании iAutoBank. То есть на момент продажи 2017 года, когда я его продал, этот автомобиль находился у автобанка. И тогда у меня, ну, как бы что-то не срастается. Я не понимаю, как я смог его благополучно продать в 2017 году. А я тебе объясню, тебе в этой ситуации на самом деле стоит позвонить человеку, которому ты продал машину. Я позвонил. Ну, он проверял его, Павел. Его таскали по этим судам, и он пытался, он доказал, он смог доказать, что... То есть он купил машину, а потом узнал, что она в залоге. Да, 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 да. Он, он, да, вот именно так все происходило. Он пытался еще доказать, то есть ему пришлось доказывать, что он действительно ее купил у меня, и не находится со мной в сговоре, как там, да. В общем, вот так все происходило. И самое интересное, что вот в силу того, что Саша говорит, что за него там делали несколько платежей, это делать специально. Потому что, как правило, кто знает, когда вы берете кредит, один платеж вы делаете, все, вы считаете, уже там прямо вот скрепили договор с банком, что вы на все согласны. Как правило, люди, которые взяли кредит и не сделали ни одного платежа, им вот на первых этапах проще от него отбиться. А они, видимо, специально один-два... Опять же, вот мы говорим про потреб кредит, залоги автомобиля. То есть здесь черт ногу сломят, нужно разбираться, как они сделали. Может, они оформили вовсе на него, как автокредит, тем самым его машину заложили. Или вообще ему же ее и продали. То есть здесь нужно разбираться. Вот кто понимает в этом, помогите, пожалуйста, потому что ситуация действительно горячая. Ну, надо понять, как действовать в таких ситуациях. То есть понимаете, друзья, что такое авторейщика даже вот сегодня, что вообще такое вот в нашей стране происходит? Человек продает свой автомобиль. Вы вдумайтесь. Приходите вы покупать, проверяете машину, все чистое. Спустя какое-то время выясняется, что на него падает этот арест, залог. Соответственно, это вообще... Ну, и надо бегать все это доказывать. В общем, делайте выводы. Саша, тебе огромное спасибо, что согласился еще раз придать огласки. Друзья, подчеркиваю, все контакты вы видите на экране. Помогите, пожалуйста, человеку, чтобы он вышел из этой ситуации победителем, честным человеком. Потому что он никого не обманывал. Еще немного вам информации. Знаете, вот эта женщина, которая купила у Александра автомобиль, она писала на него заявление. Она подумала, что он мошенник, что он ее специально обманул, что он знал о том, что автомобиль в залоге. Хотя на момент сделки, подчеркиваю, ничего не было. Вот этот человек, который является, скажем так, генеральным директором этого банка, этой компании, Саша, рыл интернет, выяснилось то, что это очень богатый человек, у которого есть свой остров на Мальдивах, который он сдавал одним там каким-то компаниям крупным, где они снимали свои видеоклипы. Бухгалтер этой компании был пойман, если я не сжимаюсь, в Черногории, выдворен, привезен сюда. В общем, какие-то там дела по ним ведутся, но в частности, в отношении этого человека непонятна судьба. То есть я сейчас не могу с уверенностью сказать, где он, что он и как он. Более того, вот такие компании, они существуют по наглому образу. Есть дядя Вася, вот сосед твой, на него вешают там ИП, вешают ООО, он является генеральным директором. Когда вдруг что-то происходит, они ему дают пинка, либо его отправляют в тюрьму, меняют юридическое лицо, меняют вывеску, все, приезжаешь, новый салон, на том же самом месте даже никуда не переезжают, чтобы лишние затраты на перевозки не нести. По идее, многие из вас об этом знают, но вот поверьте мне на слово, что до сих пор я регулярно получаю сообщения о том, что люди присылают ссылку на подобного рода салоны, либо какие-то непонятные салоны, где на сайте написано официальный дилер распродажи, самые низкие цены. И люди в качестве, с желанием сэкономить, вот то, что где-то там стоит новая машина в два раза дешевле, чем у всех, так еще и зимнюю резину дадут, едут туда, а потом происходят разные ситуации. Друзья, будьте на щеку, не верьте в то, что где-то вас кто-то ждет с распростертыми объятиями, с желанием продать вам новый автомобиль в два раза ниже, чем продают его все, и на него стоит огромная очередь. Поэтому делайте выводы, смотрите, куда вы приходите, будьте вот просто предельно чеку, обязательно, вот я вас никогда об этом не прошу, но поделитесь этим видеороликом с друзьями, пусть об этом узнает как можно больше людей, потому что ситуация, ну, крайне неприятная. Если вдруг вы оказались в подобной неприятной ситуации, я всегда рад вам безвозмездно помочь. Саша не давал мне никаких денег, чтобы предать эту ситуацию огласке, в общем, я все делаю от чистого сердца, лишь бы, чтобы таких ситуаций становилось все меньше и меньше. Все контакты со мной в описании. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм нашего канала, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментарии. До новых встреч, всем пока-пока.